МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желтое туловище и ярко-красные губы красотка гусеница вальяжно разлеглась на клумбе. Это француженка Мадам Жужу встречает жителей 23-го дома и поднимает настроение. Построили мы ее, цветник сделали, и это крокодила, и вот эту Жужуку сделали. Детишкам очень нравится. Жители шутят, гусеница скоро станет бабочкой, а может и улетит. Но двор полон обитателей, которые не уйдут, не улетят, не уползут. С Жужу соседствует Геннадий, зеленый, зубастый, но очень добрый, любимец детворы. Прополоть клумбы, высадить цветы, покрасить бордюры – дел во дворе достаточно. Но как приятно видеть результат своего труда, делятся жители. Вы представляете, вот подойдешь к окну, вот у меня Наташка, она работает из 24-й квартиры. Каждому цветку радуется. Ой, расцвел у нас тюльпан сегодня. Ой, как все красиво. Сегодня посмотрели, значит, травку уже всходит, вот мы там посадили. Жители, вот видите, какое принимают участие. Про Ольгу Черепанову соседи говорят, в ее руках даже палка цветет. Все потому, что Ольга владеет садовыми секретами. Когда сажаю рассаду, говорю, растите, мои хорошие, большие, здоровые, сильные, чтобы потом радовать нас все лето. Каждый год ТОС привозит землю и снабжает необходимым инвентарем. Садоводы-любители благодарны, сразу пускают все в дело. На мехзаводе есть традиция осенью подводить итоги цветочного сезона. Награждают победителей на празднике цветов. Дарят лейки, семена и комнатные растения. В уютные уголки отдыха превращают многие самарские дворы. Обогатить свои полисадники высококачественным грунтом, чтобы цветы росли еще лучше, теперь такая возможность есть. Заявки принимают районные администрации. Так в Самарском районе 80 дворов получат качественный чернозем. Во дворе на улице Водников выгрузку грунта контролирует председатель совета дома Валентина Конухина. Помогает рабочая закалка. Валентина 17 лет руководила профсоюзом на заводе клапанов. Теперь отвечает за порядок в своем дворе. Чистоту после зимы уже навели, мусор убрали, бордюры покрасили. На очереди декоративные заборы и клумбы. Чтобы цветочный уголок точно удался, заказали в администрации района грузовик земли. Поживем и видим, какая она, откуда она привезена. Если она плодородная, быстренько будет все расти. Экологически чистый чернозем высокого качества привозят со специального полигона. Контролирует и плодородность почвы. Есть специальные требования, в том числе и по содержанию гумуса. Не менее 4%. Она потом еще сдается в лабораторию. Тогда можно ее высыпать во дворах. Все серьезно на самом деле. Зачем нам себе искать другие проблемы, если она заражена или загрязнена другими растениями. Потом жильцам мы сделаем это хуже. Мы такого лучше не допускать изначально. Районные власти обязательно учитывают пожелания жителей по благоустройству территорий. Работать по конкретной заявке проще и эффективнее. При этом грунт не просто привозят во дворы. Рабочие сразу разравнивают землю по всему газону. В мае для посадки цветов и деревьев закупили 350 кубометров высококачественного грунта. Хватить должно всем желающим. Не ошибается тот, кто никто не делает. Но мы в оперативном режиме, в рабочем порядке решаемся. Можно обратиться либо напрямую в администрацию, либо через ТОС и подать заявку. Можно обратиться непосредственно к своему депутату. Они тоже принимают активное участие в формировании заявок. Яркими красками радуют не только дворы. Весь город буквально расцветает. С каждым днем все больше пышных клумб появляется в парках, скверах и на улицах. Картина буквально сказочная. Море цветов. В этом кузове тысячи петуний. И все они украсят клумбы рядом с площадью Кирова. Из питомника цветы приезжают в таких деревянных ящиках, а в них маленькие горшочки. Такой способ транспортировки наиболее комфортен для растений. После высадки они приживаются очень быстро. Цветы петуний очень нежные, будто крылья бабочек. При этом краса цветников из семейства посленовых, то есть родственница огородных королей, их картофеля и томата. Южные петуни прекрасно освоились на волжских широтах и все лето обильно цветут по всей Самаре. На площади Кирова белые, красные, лиловые петуни нашли прекрасное соседство с тагетисами, больше известными как бархотки. На клумбы цветы переселяют в соответствии со специальными схемами по канонам ландшафтного дизайна. У нас есть специалисты, которые рисуют нам рисунки, выдают нам, и мы по ним уже размечаем и потом сажаем. У нас в теплицах очень много выращиваются, там они тысячами, а нам, соответственно, вот сколько нужно на рисунок по размеру, столько и уберем. Перед посадкой грядки подготавливают, вскапывают и рыхлят, чтобы цветы лучше принялись. Дальнейший уход несложный и довольно бюджетный. Рыхление и полив. 2660 петуний украсит этот сквер. Чтобы разместить красоту по клумбам, нужно несколько часов. Работать не скучно, а жители города подбадривают. Столько цветов в Самаре еще не видели. По площадям, даже во дворах люди уже цветы сажают как-то, ну, красиво делают. Город преображается, конечно, и чистота. Это великолепно, я считаю. Украшения – это всегда хорошо. Мне очень это нравится. Я всегда любуюсь, я здесь часто бываю. В этом году по программе «Цветущий город» в Самаре цветами украсят почти 20 тысяч квадратных метров парков, скверов, бульваров и улиц. В связи с такими изменениями она станет, я думаю, лучше намного. И чем больше таких будет мест, я думаю, будет лучше для всех. Расцветать город будет и в перспективе. За пять лет площадь цветников планируют увеличить в три раза – до 40 тысяч квадратных метров. Такими темпами у Самары есть все шансы стать еще одной столицей цветов по Волжье. А мест, где цветы будут только кстати, еще достаточно. Подключиться к масштабному озеленению приглашают жителей и предпринимателей. Программой предусмотрена также установка ландшафтных скульптур, устройств для мобильного и вертикального озеленения, высадка цветущих и декоративно-лиственных кустарников, проведение городского фестиваля цветов. Прекрасным творением природы петуньям и сальвием – забота и внимание. Они создают настроение, а не украшение города. А вот сорнякам объявлен бой. Высокая трава содрогается и падает ниц под натиском газонокосилки. Если от вершка до корешка 15 сантиметров и более – пора на стрижку. В Самаре уже приступили к покосу сорной аллергенной растительности. Почти на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Традиционные сроки сдвинула ранняя весна. На борьбу с высокой травой во всех районах Самары каждый день выходят 16 бригад. В ближайшее время их количество планируют увеличить до 22. Газоны на проспекте Ленина косить – одно удовольствие. Улыбается рабочий. Трава послушная, мягкая, рельеф ровный. Заводишь, настраиваешься, видишь то, что нужно делать. И делаешь. Ну, ландшафт, трава какая, высокая, густая. Вот насчет этого. После стрижки на аккуратном газоне остаются травинки высотой не больше 3-4 сантиметров. Скошенную часть на день оставляют лежать, чтобы она завяла и легче утрамбовывалась в мусорные пакеты. После увозят на утилизацию. Эти работы продолжатся в течение всего лета. Но в зависимости от погодных условий косить могут и осенью до октября. Аллергенные растения типа амброзии, полынь, они выходят немножко позже. Это уже будет второй поток покос травы, когда их будут выкашивать, не допуская их цветения и плодношения. Возможно, что в середине июня уже появится амброзия и будем косить именно ее. Стрижка ждет и деревья. Те, что вышли за рамки красивых крон и аварийные, которые из статуса легких города перешли в разряд опасности для жителей и машин. Когда пилят деревья, тут, как у врачей, заповедь не навреди ни деревьям, ни людям. Под бензопилу попадают сухостой и тополя. Разбирать начинают с небольших веток, заканчивают стволами. Дрова со двора вывозят в тот же день. По этому двору конкретно у нас будет шесть деревьев. Шесть деревьев на снос полностью. Тополь сам по себе такое дерево, оно хрупкое. То есть оно хрупкое, и если ветер какой-то выше нормы, оно ломается. Ну и сам по себе тополь, он несет почки, то есть, как его, пух. И все это тоже представляет опасность. Пух горит, почки, так сказать, липнут к машинам и к людям. Точно определить, какому дереву какая коррекция необходима, могут специалисты. Такие есть в районных администрациях. Здоровым деревьям подправят только крону, старые пилить будут под самый корешок. А на его месте посадят новое дерево. В каком дворе что пилить, согласовывают с жителями. Как раз таки это наиболее благоприятный период, когда ничто не вредит деревьям, когда уже сокхождение прошло, и уже снята угроза его засыханию в дальнейшем. В первую очередь вошли адреса по работе, по опиловкам. Это как раз таки представляющие наибольшую угрозу для жизни и здоровья граждан, соответственно, их имущества. Это, как мы можем видеть по этому адресу, это территория детской площадки. Древесина тополя не годится для строительства или мебельной промышленности, поэтому утилизируется. Но юное поколение предлагает свои решения. Я хочу, чтобы в этом дворе вот от оставшихся деревьев распилили пеньки и сделали скамейки, чтобы посидеть, отдохнуть детям зимой, когда вот здесь вот лед будет, кататься, сидеть, переобуваться. Прежде чем спилить дерево во дворе, управляющей компанией нужно получить разрешение районных властей, чтобы лишних дров не нарубить. Не только о цветочках заботятся в мае. Преобразить свой двор жители стремятся в комплексе. Лебеди и слонята украшают один из дворов на улице Осипенко. Это творение творческих жителей и сотрудников управляющей компании. Чистоту и красоту здесь продолжают наводить, несмотря на то, что генеральная уборка города закончилась. Наталья Харасова, местный дворник и главный декоратор. Лебеди из старых покрышек, сердце из бутылок, цветы живые и пластиковые. Ее рук дело. Незамысловатый материал ей приносят жители. Дворник – профессия творческая, уверена Наталья. Она художник по чистоте. Вот этого газона раньше не было. То есть заборов вот этого не было, и просто были машины, стоянка машин. Потом вот собирать начала шины, чтобы загораживать. Потом сделали нам забор, машину, видите, пошли уже, начали вырезать вазон, и уже потом вот так вот пошли в ход они делали у нас. Вместе с сотрудниками управляющей компании на уборку выходят жители. Красят ограждения, бордюры, деревья, собирают мусор. Труд облагораживает, а коллективный труд сближает. Чистота вокруг еще и настроение поднимает, делятся активисты. Выходим и трудимся. Сажаем цветы, красим, белим, наводим полный порядок. Лавочки, посмотрите, в каком у нас порядочке. Детская площадочка. Все стремимся делать для ребятишечек. Если пройдемся, мы увидим, что дворы стали чище. Контейнерные площадки более ухоженные, и перевозчики вывозят мусор вовремя. И управляющие компании в этом году, мне кажется, стали более ответственны относиться к своей работе. Я, как председатель общественного совета и как председатель ТОСа, контролирую свою территорию, обхожу. На такую красоту посмотреть люди из других дворов приходят. И прохожие заглядываются. Гордятся жители этого дома на улице Осипенко. Преобразилось и еще одно почти заповедное местечко Самары. Озеро в зоне отдыха Дубки. На его уборку вышли волонтеры, активисты общественных советов и депутаты. Тень деревьев, легкий ветерок и свежий запах водоема. Уникальный уголок природы в мегаполисе. Зона отдыха Дубки – одно из любимых мест отдыха жителей Кировского района. В центре Дубовой рощи – озеро, где бурлит жизнь. Есть и лягушки, и рыба. Ее водоем запускают местные жители. И утки прилетают каждое лето. Чтобы и пернатым было комфортно, и жителям ближайших домов отдыхать приятно, активисты вышли чистить озеро. Нехитрый способ очистки озера. Без специальной техники, но для маленького водоема весьма эффективный. Главное приспособление – грабли. Вот так, весело и с огоньком. Берем и загребаем упавшие за зиму ветки и тину. В центре озера работают активисты на лодке. Сгребают грязь поближе к берегу. А там уже подхватывают сухопутные помощники. Так на раз-два, а точнее за пару часов, вернули озеру гладь. Такие экологические акции в Дубовой роще проходят регулярно. Озеро очищают общественные советы двух микрорайонов. Помогают юные активисты, волонтеры. Они с легкостью отказались от виртуальных компьютерных игр в пользу реальных дел. Мы стараемся для них, и они видят эту отдачу, в свою очередь помогают нам. Очень хорошо помогают подростки. Вот все говорят, ой, молодежь, у нас в 12 микрорайоне вот такая молодежь. Попроси и все сделают. Тут я помогаю природе, своему краю родному, Самаре. Жители в ожидании, когда же прилетят утки на чистое озеро, которое возвращается в привычные берега. Уровень воды в обмелевшем несколько лет назад водоеме вырос на метр. Озеро вновь оживает. Зону отдыха продолжат благоустраивать. Займутся покраской качелей и лавочек на детской площадке. Редактор субтитров А.Семкин